МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В одной из бийских школ идёт свой локальный дождь. 600 рублей за собаку в Бийске определили подрядчика для выполнения работ по отлову и содержанию беспризорных животных. Две общекомандные медали и ещё 8 наград в личном зачёте. Бийские гимнасты успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа. Узкие эвакуационные проходы, запертые выходы и неработающие системы пожарной сигнализации. Сотрудники прокуратуры обнародовали первые результаты проверок бийских торговых центров. Ряд нарушений стали поводом для подготовки мер прокурорского реагирования в отношении нескольких владельцев и арендаторов торговых объектов. Масштабная проверка торговых центров на предмет безопасности началась по всей стране после трагических событий в Кемерово. Сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов МЧС и других ведомств сейчас исследуют места массового скопления людей. Всесторонне оценивают их безопасность. И как показали первые результаты рейдов, многие бийские объекты функционируют с нарушениями требований пожарной безопасности. Причем пренебрегают правилами как собственники комплексов, так и предприниматели, арендующие в них помещения. Так правоохранительные органы при проверке обнаружили загроможденные и узкие эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения. Кроме того, торговые стеллажи и оборудование перекрыли доступы к средствам пожаротушения и источникам воды. Также отсутствуют светящиеся указатели пути эвакуации. Все это стало поводом для подготовки мер прокурорского реагирования в отношении некоторых юридических лиц. Добавим, что прокуратура также проверит организации культуры и спорта. Черпают не только знания, но и воду. Как выяснилось, топят не только бийские дороги, но и учебные заведения. Так, в классах школы номер 17 вода стояла по щиколотке и ведра там заменили парт. И сейчас ситуация улучшилась. Однако последствия такого локального потопа тревожат родителей и учеников. Потрескавшаяся штукатурка и грязные разводы. Все это последствия недавнего потопа в 17-й школе. Сейчас в классах сухо и даже проходят занятия. А еще неделю назад с потолка буквально шел дождь. Струи воды лились с такой силой, что пострадали сразу несколько этажей школы. Нам позвонила учительница 26-го числа. С утра она была, конечно, в шоке. Мы, кто могли, родители прибежали. То есть собирали эту воду, спасали наши рабочие тетради. Мы даже не на четвертом этаже находимся. Мы на третьем. У нас 38-й кабинет. И воды было там почти кругом, когда утром пришли учителя. Плавающие тетради и учебники – это полбеды. Главное, что спасали учителя и родители – дорогостоящую аппаратуру, проекторы и компьютеры. Также из классов пришлось вынести парты и стулья. Их место заняли ведра. Их было больше десятка. Прохудевшаяся кровля уже давно давала о себе знать. По словам родителей, проблема не нова. Правда, раньше под раздачу попадал только малый физкультурный зал. В этот раз его тоже затопило. Капает. Все? Пожалуйста. Это наш малый физкультурный зал. Только если в остальных классах уже сухо, то в нем вода капает с потолка до сих пор. Я не боюсь. Как заверили руководители школы, случившееся никак не повлияет на безопасность детей. Однако родители в этом сомневаются. Учителя, судя по всему, тоже. Уроки, как правило, проходят при дневном освещении. Электричество здесь не включают. Убьем на БАД, потому что в связи с последними событиями нам страшно. Проводка, пожарная сигнализация. Работа она не работает. Сквозь нее течет вода. Наверное, не работает. Нам страшно за своих детей. Проверили исправность электропроводки. Электропроводка исправна. То есть электричеством пользоваться можно на данный момент. Автоматическая пожарная сигнализация также находится в исправном виде, потому что она регулярно проверяется. В данном случае нет никакой угрозы безопасности жизни, здоровья ребенка, детей. В городском управлении образования проблемы знают. Однако комментировать ситуацию по телефону отказались. Официальный запрос уже отправлен. Ответ мы сообщим в ближайших выпусках информационной программы «Будни». А пока происходит документооборот, непрошенный дождь снова может повториться. И тогда последствия могут быть уже совсем другими. Алена Кисеева, Сергей Даровских, «Будни». В Бийске преподавателя одного из среднеспециальных учебных заведений уличили во взятничестве. Как нам стало известно, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что женщина получала деньги от студентов и проставляла за четкие положительные отметки. Хотя на самом деле студенты-заочники в колледже не появлялись. В Следственном комитете по данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время в материалах фигурируют три эпизода получения преподавателям взятки. Хотя не исключено, что фактов гораздо больше. Противоправные действия преподавателя выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Бийская». Как нам стало известно, помощь студентам оказывала заведующая заочным отделением одного из среднеспециальных заведений «Бийска». Сумма взятки была разной – от 13 до 27 тысяч рублей. Студенты просто платили деньги, а в зачетках появлялись отметки. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. 600 рублей за собаку в «Бийске» определили подрядчика для работы по отлогу содержания беспризорных животных. Две общекомандные медали и 8 наград в личном зачете. «Бийские гимнасты» успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа. Вы планируете, чтобы ваши деньги работали и приносили прибыль? Тогда приходите к нам. Инвестиции до 18% годовых. Оформляем микрозаймы от 0,3% в день с гибкими условиями возврата. Сберзаем. Переулок Мопровский, 53. Телефон горячей линии 8 800 505 36 52. Рекламная служба «Бийской медиагруппы». Воплотим самые невероятные идеи в сфере рекламы. Ваш успех – наша забота. Телефон рекламной службы 3131 15. «Бийский рабочий» 100 лет вместе с вами. Эксклюзив «Криминальная хроника за неделю». Разоблачение и задержание. Комментарии следствия. Расследование громких уголовных дел и приговоры суда. Участок 112. 600 рублей за собаку. В «Бийске» определили подрядчика для выполнения работ по отлову содержания беспризорных животных. Теперь этим будет заниматься организация «Преданность». Свои методы борьбы с бездомышами они не скрывают. Уменьшать численность будут только гуманными способами. Мы, конечно, горе хапнули после того, как в принципе 4 месяца в «Бийске» вообще ничего не делалось. Ну какая-то часть там травилась, убивалась, я не знаю, что они делали. Но мы столкнулись вот просто с такой аховой ситуацией. Там в горячих точках, да, это АБ, когда там была стая из 40 собак. Поселок Котельщики, там вокзал. То есть мы сейчас более или менее уже это разгребли. И сейчас мы спокойненько работаем по заявкам. Работа с населением ведется. На этот раз общество защиты животных «Преданность» – единственный участник аукциона. Компания «Портал услуг», которая выигрывала тендер в прошлом году, заявку не подавала. Напомним, что убийские чиновники после общественного резонанса, который разгорелся на фоне травли, и гибели четвероногих расторгли муниципальный контракт с «Порталом услуг» в одностороннем порядке. Сейчас, словом животных, занимается «Преданность». Стоимость работ на год около 380 тысяч рублей. По словам руководителя общества, убрать всех собак с улиц города просто невозможно. Причин несколько. Сердобольные бичане, которые прикармливают бездомышей, а также открытые мусорные контейнеры, где четвероногие находят себе пропитание. Сейчас специалисты организации отлавливают животных, факцинируют их от бешенства и стерилизуют. По словам руководителя общества, оставить у себя всех питомцев в приюте невозможно. Поэтому после процедур они вынуждены возвращать часть собак на улицы города. Тем временем, по словам горожан, популяция беспризорных собак в Бийске только растет. Целыми стаями бездомыши разгуливают в разных частях города. Очень много бродячих собак. Их бы, конечно, отлавливать, потому что они кидаются. Ну вот на тресте бывает бегают по Матросово. Ну, штук по пять, наверное, по шесть. Полно. Больше, чем положено. А вообще где их видите в основном? Да вообще культалаг в гаражах у нас, в кооперативах у всех. По Чуковской поменьше. На Зеленке много очень. На пересечении Пугачева и Ленинградска там очень много. Там автостоянка, там их очень много, этих собак. Напротив политеха. О, там их уйма. И вот я даже боюсь, когда ребятишки идут, думаю, прям даже страшно. Особенно вот, когда еще темновато было. Ужасно. Очень много. В нашем районе очень много жалуются по Матросово, по Ломоносово. Там даже я слышала, что есть прям какие-то стаи такие. Вот кто-то их разводит. Зимой больше, мне кажется, их встречаешь, по крайней мере. Сейчас как-то не вижу. Не все беспризорные животные вынуждены скитаться по улицам города. Да некоторые уже нашли себе новый дом. В Бийске на бульваре Петра Первого состоялась очередная ярмарка-раздача четвероногих. Любой желающий мог прийти и взять себе домой понравившегося питомца. С большой надеждой животные приюта преданность ждут своих новых хозяев. В их числе и пес Рекс. На попечении приюта сегодня находится около 130 животных. Из них 30 кошек и около 100 собак. В основном это лайки и дворняшки. Породистые бывают крайне редко. Все животные привиты от бешенства и стерилизованы. Пришла сюда, потому что думаю, что лучше взять отсюда питомца, чем у кого-то с рук. На одного бездомного будет меньше. Наталья с дочерью пришли на ярмарку животных, чтобы выбрать собаку для охраны частного дома. Им нужен не только хороший защитник, но и преданный друг. У нас такая семья, что мы очень любим животных. И мне жалко, конечно, собачек. Что у нас есть, вот сейчас возможно взять собаку, и мы решили с питомника взять. У меня больше всего вот эта вот собачка понравилась, лайочка. Симпатичная такая, красивая. Но самое главное, чтобы дом сторожила. Первой среди кошек домой отправилась Люська. Свою хозяйку долго и ждать не пришлось. Во время ярмарки животных не оставили без внимания. Голодным точно никто не остался. Каждому достался свой сухпайок. За несколько часов сотрудники приюта и волонтеры раздали 18 кошек и 12 собак. Вот и Рекс дождался своей очереди. Его новые хозяйки теперь Наталья и Виктория. Дома их с нетерпением ждут остальные члены семьи. Они уже готовы к встрече с новым другом. Кристина Мелехова, Сергей Доровских. Будни. И к новостям спорта. Гимнасты спортивной школы «Заря» успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа. Результат бейчан – две общекомандные медали и еще восемь наград в личном зачете. Первенство СВО по спортивной гимнастике прошло в Кемеровской области, в городский Ленинск-Кузнецкий. За победу боролись 145 сильнейших гимнастов почти из всех регионов Сибири. На ковер вышли спортсмены в четырех возрастных категориях. Результат бейчан – это две общекомандные награды. Бронза среди юниоров и серебро среди юношей. Отметим, что в личном зачете бейчанам не удалось взять ни одной золотой медали. Зато в финалах отдельных видов многоборья наши спортсмены в сумме получили восемь наград. Добавим, что воспитанники спортшколы «Заря» Роман Дзинченко и Анна Ветрова получили приглашение участвовать в первенстве России по спортивной гимнастике. Оно пройдет в Челябинске летом. Гимнасты уже начали подготовку к крупным стартам. И о погоде. Итак, завтра, 4 апреля, в Бийске будет переменная облачность. Ветер западного направления слабый. Атмосферное давление очень высокое. Влажность воздуха будет завышенной утром и поздним вечером. Магнитосфера спокойная. И о температуре ночью минус 3, минус 5. Днем от 2 до 0 градусов. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения. Будьте здоровы. И пусть в вашей душе всегда живет весна. А я напоминаю, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях и на Ютубе. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok